Поехали. Всем привет. В эфире Академия ЛАД. Да, ну, наверное, пока люди подключаются, мы начнем с самого главного вопроса для разогрева самого животрепещущегося. Никиту спросим. Никит, выспался ли сегодня? Да, и что-то ел с утра? Я думаю, что всех это волнует. Самые важные вопросы. Да, выспался в каком-то веке. Что ел? Честно, даже не помню. Что-то ел. Ну, потому что мне это важно, да? Может быть, возьму что-то на вооружение. Во сколько встал? Встаю где-то в 5-5.30 каждый день. Прикольно, да. Ну, то есть это, наверное, самый лучший график, когда пораньше вставать и пораньше ложиться. Да, ну, с учетом графика задач, которые нужно сделать, естественно, встаю гораздо раньше, чтобы раньше приехать на работу, успеть перед работой сделать какие-то дела, вот, и уже начать рабочий день. Да, тоже так хочу. И рекомендация всем делать так же, нашим уважаемым телезрителям. Ладно, поехали. Значит, в эфире сегодня я, Усков Алексей, руководитель Академии ЛАД. Даже меня можно назвать директором, в общем-то. И со мной коллеги, коллеги по работе, по ЛАДу и, в общем-то, их родственники. Никита Исаев. Всем привет. Андрей Пряхин. Всем привет. Ольга Румянцева. Всем привет. Анастасия Полякова. Привет. И сразу мы скажем, потом повторим, что у нас сегодня будет конкурс. Конкурс на самый лучший что? На самый лучший вопрос. Да. В принципе, все вопросы по работе Академии можете задавать. Это будет вне конкурса. А вот, что за конкурс? Мы занимаемся образованием, и все вы где-то когда-то учились, я надеюсь. И очень интересно узнать, вот, то, где вы учились, какие самые такие интересные фишки использовали преподаватели, самые прикольные, и что самого интересного было в вашем обучении. Если вы об этом напишите, ну, например, там, использовали каких-то игровых форматов, кто-то в игровой форме преподносил, да, или кто-то, ну, как у нас было на лекциях по истории, показывал сцены так, как будто он сам участник этих действий, да. Вот если вы напишите такой самый интересный подход к обучению, самое, то, что вам больше все запомнило, самое интересное, мы за это вам подарим мерч. Мерч Академии. У нас есть такой мерч, уникальный мерч, которого нет ни у кого. На самом деле, я даже покажу, вот, смотрите, логотипчики, и там вообще все, все тоже круто. Вот. Я думаю, что стоит над этим поработать. Да, может быть, вы скажете о каком-нибудь принципе образовательном, самом крутом, который у нас бы, например, мы могли бы тоже использовать. В общем, потому что мы хотим совершенствовать нашу Академию, внедрять разные такие прикольные штуки. Мы это и будем делать, но это отдельная история. В общем, идем дальше. По поводу Академии, ну, вот, повторюсь, что меня зовут Скорб Алексей, может быть, кто-то меня не знает, об этом надо тоже говорить. И сама Академия, она появилась не с нуля и не на ровном месте. То есть, я сам работаю в IT 20 лет, начинал я системным администратором университета Лобачевского. Ничего там не помню, конечно, что-то там было, да. Помню, что были сервера на ВЭЛ, и я там прокладывал какие-то сети. Вот, потом я, значит, сидел на последнем ряду, а преподаватель информатики вел практику. Я смотрел такой, интересно, да, там, что там преподают. И там грел уши, и наматывал нау, смотрел, как преподают. И через год после того, как я стал работать, меня пригласили преподавать информатику ту же самую. И вот уже целых 19 лет у меня, я преподаю, у меня преподательский опыт. Такой большой. Была некая такая длинная-длинная история, как это получилось. Но, в общем-то, все это сподвигло, и все это эволюционно подвело к тому, чтобы запустить свою IT-академию, уже вот накопленный опыт свой применить. Ну да, я там работал на фрилансе, потом мы работали уже в разработке LAD. В общем, много всего было интересного. И что мы хотим? Мы хотим создать такую большую-большую IT-академию с... Я хочу таким самым, наверное, лучшим в стране обучением, чтобы это было. Вот так. Такая цель, да? Потому что замахиваться на более мелкие цели что-то не хочется. Хочется все-таки конкурировать и превосходить монстров. Вот так. Чем же мы отличаемся? И, наверное, это подтвердят коллеги. Я через некоторое время умолкну и передам слово коллегам. Вот. Наше основное отличие в том, что мы не только учим, мы учим работать в командах. И весь процесс образовательный у нас выстроен так, как работает IT-компания. Ну то есть образовательный процесс, да, он идет, но также мы через пару месяцев после начала обучения с нуля объединяемся в команды и начинаем разработку проектов. Я ищу заказчиков каких-то таких, в основном социально значимых, чтобы мы могли делать интересные, полезные проекты и реальные. Вот в этом такое основное отличие. Потому что вот этой всей истории мало кто заморачивается. В основном там курсы и курсы. Учат и учат. А все-таки, когда вы придете в IT, вам нужен будет опыт работы в команде в идеале и нужны какие-то кейсы. То есть вот в эту сторону мы и двигаемся. Кто у нас учился на курсах? Вот тоже у меня написано. Я вам расскажу. Значит, средний возраст 28-29 лет. Разброс большой. От, наверное, 20 лет до аж 50. Но даже в 50 лет там товарищ был такой огурец. Он все делал, все круто. Проблема только в том, что личные обстоятельства заставили его немножко недоучиться. Ну, я надеюсь, что он к нам на стажировку попадет. У нас примерно, ну, где-то, примерно совсем 80% людей, те, кто постарше, с опытом. Обычная история такая. Человек что-то заканчивает, вуз, например, гуманитарные или инженерные специальности. Работает, работает, работает. Надоело. Хочет что-то более интересного. Денег больше хочется. И он решает изменить жизнь на IT. Ну, вот как раз мы подходим к возрасту 28 лет. Если это происходит раньше, ну, никто же не против. 25 лет может быть, да. Ну, и, соответственно, те, кто постарше, ну, я вот все-таки не сторонник ставить на себя какие-то кресты. Даже сам лично себе. То есть постоянно учусь, развиваюсь. И всем тоже рекомендую. Поэтому тут и 40 лет может быть. Вопрос только что выбрать. Можно и работать и продаж к менеджерам. Вот. Что еще хочется отметить перед тем, как передать слово ребятам. То, что понимание обывателя, ну, понимание человека, который в IT с нуля и только хочет в это войти, у них, как правило, есть знак равенства. Айтишник равно программист. Вот. Надо это все развеять и сказать, что в IT работает миллиард разных специальностей, абсолютно разных людей. Вот, кстати, примеры этих. При этом дизайнеры, да. Человек такой более творческий, более креативный. Наверное. Ну, вот мы... Возможно. Да. Наверное, так и есть. Да. Либо Куа-инженер. Да. У меня такие ассоциации с Куа-инженером, скобочках, тестировщик. Ну, для понимания, что Куа-инженер – это тестировщик. Этот человек, вот, как себя продлить. Вот, если вы, например, любите какой-то прям суперпорядок, чтобы вот носки были разложены по цвету, да, по размеру, не дай бог что-то не так, книжки там по жанрам, ну, вот это что-то похожее на Куа-инженера, любит прям очень порядок. Вот. Есть бизнес-аналитики, системные аналитики, есть проекты, ну, и так далее. Куча-куча всяких специальностей, и вот абсолютно под разные типы людей, и даже, может быть, как-то есть возрастные какие-то категории, которым подходит больше, например, управлять, да. Если вы так постарше, будете управлять. Так, идем дальше. Идем дальше, и мы переходим к ребятам, потому что, конечно, интересно послушать их, да. Это у нас выпускники первого потока курсов с нуля. И есть такие общие вопросы. Где кто работает? Ну, в основном в ладе, конечно. Сколько лет, какое направление? Изучал, по какому направлению проходил обучение, с какой целью пошли в академию, что хотелось, планы на будущее, ну, уже много всего. Давайте начнем мы с Никиты, да, Соли? Никита, Соли, Никита, давай с тебя. Да, без проблем. Да, ну, расскажу о себе. Вообще, в ладе, на самом деле, работаю не так давно, восьмой месяц работаю в продажах контрольно-кассовой техники. Вот. Айти Академия Лад на самом деле узнал из новостей Лада, да, то есть в телеграм-каналах, на сайте Лада. И у меня на самом деле было вот желание, страсть развиваться вот в IT направлении, а именно это фронтенд-разработка, да, то есть разработка сайтов, интерфейсов, каких-то приложений. И когда я все в это внедрялся, у меня был небольшой сумбур в голове, я не знал, что конкретно я буду делать, да, мне было интересно писать код, а как, что, вот здесь как раз-таки все это и приобреталось, в самой Академии. Ну, вот закончил обучение, дальше больше развиваться? Конечно, то есть обучение пройдено, даже сделано два реальных проекта, которые получили, опять же, мы здесь в IT Академии, и дальше планы пойти на стажировку. После стажировки уже более высокие глобальные цели, да, то есть развиться именно в контент-разработке и расти в этом направлении. Да, ну, я так подрезюмирую, что после курсов у нас есть стажировка на более крутом проекте. Пока она бесплатная, ну, я как-то надеюсь, что это будет, по разным причинам, в общем-то, но там мы делаем прям вообще бомбические проекты, ну, как мне кажется. По факту нормальные, но хорошие, в общем, наверное, какой-то будет эфир по проектам, особенно, когда мы их доработаем, прям будет совсем здорово. Давайте, может быть, перейдем к Насте, да, то есть, может быть, вкратце о себе, да, и есть еще другие ведь вопросы. Хорошо, ладно, я могу вспомнить какие вопросы задавались. Да, по поводу формата, да, и как ты ощутила вот эти особенности наши, вот чем, что тебя запомнило в нашем обучении, чем мы отличаемся все-таки? Да, я сейчас отвечу на этот вопрос, но для начала я хотела бы все-таки сказать о том, что я не являюсь сотрудником ЛАД, наверное, это все уже поняли, и для Хохмы просто, ну, во-первых, ЛАД мне вообще, в принципе, об IT-академии я узнала из очень достоверного источника, вот, и сейчас для наших зрителей, чисто для Хохмы, напишите, пожалуйста, в комментариях, по рекомендации какого человека, если вы знаете, я поступила именно в эту академию. Ну, я сама из большой телекоммуникационной компании, которая сейчас работает, и отвечая на твой вопрос, который, естественно, я забыла. Я хочу сказать, что в первую очередь академия для меня стала таким толчком и желанием развиваться дальше, причем академия именно в том формате обучения, которое она представляет сейчас, на данный момент, для меня, по крайней мере, открыла несколько дверей в развитии и в дальнейшем. Сейчас у меня в мыслях, предположим, стать, может быть, даже ПМ-дизайнером, или пойти, допустим, по какой-то дополнительной ветке, которая, может быть, для меня еще не совсем очевидна, но обязательно ей станет. Ну вот. И формат. Я вспомнила, да, формат, если не задавал вопрос про формат. Формат обучения, на самом деле, это один из самых важных моментов, который, в принципе, на данный момент актуален для современного общества. Это онлайн плюс офлайн. Это возможность как коммуницировать в реальной жизни, так и возможность коммуницировать с человеком, находясь за тысячи километров друг от друга. Как бы в текущих реалиях это, наверное, самый топовый вариант взаимодействия с, допустим, там, с педагогами, взаимодействия с командой и так далее. Естественно, все обучение проходило в основном именно в онлайн формате, потому что все люди заняты, и мы все понимаем, что у нас кроме обучения есть еще работа, и, наверное, это было лучшей фишкой. Обучение. Ну, давайте еще раз. Я тут буду какое-то небольшое резюме делать по поводу формата. Все-таки мы, в общем-то, хотим и даже в какой-то степени вынуждены использовать онлайн формат обучения, ну, потому что если мы будем учиться чисто очно, мы замкнемся на Нижнем Новгороде, все-таки мы хотим выйти на Россию. В общем-то, у нас часть людей училась, да, там, в разных городах, кто-то в Казахстане, кто-то в Армении, в общем-то, и здорово, да. Но также мы хотим встречаться в офисе. Пожалуйста, те, кто хочет, мы, конечно, людей онлайн подключаем дополнительно, но если хотите с нами очно пообщаться, то, ради бога, мы в самом начале встретимся, потом проведем несколько занятий онлайн, проведем консультацию, чтобы ответить на все вопросы, да, чтобы залезть в ваши ноутбуки, посмотреть, все ли там хорошо, ваш код, даже в какой-то степени, но уже в очном формате. Вот так. Да. И мы спросим Никиту, вообще, есть другие школы, это не секрет, да, более, наверное, крупные, более раскрученные. Вот как ты думаешь, мы, только честно надо сказать, да, потому что все-таки нам важна правда, мы никого не подговаривали, чем мы отличаемся от других школ, на твой взгляд? Да, на самом деле есть у меня опыт обучения в одной из таких именитых школ, вот, и отличие на самом деле очень глобальное, и в первую очередь это подходом к обучению со стороны Академии ЛАД. То есть, если глобальные школы, у них задача продать, продавать, чтобы вы просто купили курс, а заканчиваете вы его или нет, это уже не важно. В IT Академии ЛАД совсем по-другому, то есть, бидно, желание ментора вложить в тебя эти знания, помочь тебе изучить, внедрить тебя в процесс изучения, да, и вот как раз таки про форматы обучения очный и стационарный. Кто-то может подумать, что те, кто были на заочном, они как-то были удалены, на самом деле нет. Разницы почти не ощущалось, что ты находился здесь или по ту сторону экрана. Я попробовал оба формата обучения, хотя старался чаще всего приезжать сюда. И скажу, разницы особо не заметил. То есть, внимание уделяет совсем достаточное. Если есть желание изучать, ты изучишь в любом случае, и ментор всегда тебе с этим поможет и будет помогать. Вот, но и еще вот хотел выделить по сравнению с другими. Здесь ты все равно видишь итоговый результат. И важный аспект – это работа в команде, которая у нас была. Я думаю, что мы еще об этом поговорим чуть попозже более подробно. Но это самая основа. Увидеть этот процесс работы изнутри. Для меня было это важно, понимание, потому что более никто его не дает. А здесь я это приобрел. О, супер. Еще раз, важная, отличительная особенность нашего проекта – то, что мы уже на стадии обучения с нуля даем ребятам проекты и учим командной работе. Я все-таки сторонник того, чтобы вы смотрели вообще на всех, смотрели на этот рынок. Посмотрите, есть ли такое у других проектов. Прям командная работа в разных ролях реальная с реальным заказчиком. Ну, это с реальным заказчиком, наверное, мало где найдете. Ну, хотя бы командная работа. Давайте поговорим о трудностях. Мы поговорили о каких-то плюсах. Но все-таки обучение в IT, оно не быстрое. Вход в IT, он не быстрый. Это не пять месяцев. То есть, пройдя курсы, трудоустроитесь вы с не очень большой вероятностью. Нужно обязательно продолжать обучение. И о том, с какими проблемами мы сталкиваемся, да, именно с мотивационными, может быть, еще какими-то проблемами, нам расскажет Андрей. Ну, что сказать. Самое сложное, конечно, об этом предупреждали перед началом обучения. То есть, это самоорганизация и мотивация. Вот. Самоорганизоваться очень сложно. Ну, то есть, это, наверное, от человека зависит, насколько он сам организован, насколько он может себя заставить что-то делать. С другой стороны, конечно, есть определенный контроль со стороны ментора. То есть, ты часто встречаешься с ним, то есть, два раза в неделю. Там домашние задания выполнять нужно, желательно, обязательно. Это очень мотивирует, помогает. Потому что, если этого не будет, это будет, ну, скорее всего, забросить обучение. Мотивация, опять же. То есть, нужно найти какие-то ресурсы, средства, смотреть чьи-то истории успеха, например, что я делал, чтобы как-то поддержать эту мотивацию до конца обучения. Вот. На середине как-то обучения начался проект. То есть, проект – это дополнительный толчок. То есть, ты вливаешься в команду, работаешь с сопряженными направлениями, то есть, что-то новое узнаешь. То есть, это дает дополнительный толчок мотивации. Вот. Я вот сейчас учусь в другом направлении, в другой школе, тоже очень известная у нас в России. Вот. Ну, там, соответственно, все не так, как Никита сказал. То есть, там, ну, тобой никто не занимается. То есть, ты сам как учишься, так и учишься. Это еще труднее. Ну, вот опыт Лада мне, конечно, дал эту помощь, и я стараюсь как-то самоорганизоваться. То есть, это основные такие сложности. Ну, материал, в принципе, подают очень хорошо. Ну, то есть, ты сам должен что-то изучать в большей степени. Вот. Ну, ментор тебе всегда поможет, подскажет. То есть, в любое время был на связи. То есть, мы часто писали. Вот. Спрашивали что-то, что было непонятно. То есть, мы всегда подскажем, что это очень здорово. Ага. Да, супер, супер. Ну, давайте мы еще разочек уточним, что у нас множество разных направлений, которые потом сливаются в команду. И у ребят уточним. Вот, Андрей. Андрей, на каком направлении ты учился? Я учился на Куа-тестировщика, Куа-инженера. Да. Это Куа-инженер. В простонародье тестировщик, не в простонародье инженер. Ну, давайте я за ребят скажу. Никита, веб-разработка, разработчик. Настя, веб-дизайн. Оля, Куа. Куа. Я помню. Да. Значит, напомним. Напомним про конкурс, про мерч. Да. Я опять задираю футболку. Вот так, да. Мы хлопать должны в этот момент. Футболочка такая с мерчом. И там есть надпись LAT Academy. Футболка, которую я изготавливаю собственными руками. Сначала это ткацкий станок. Потом отдаю в печать. И такую футболку мы вам отдадим. Вот за что. Если вы поделитесь в комментариях о... Напишите одно предложение, может быть. Ну, один какой-то такой тезис, да. Что самого крутого было в вашем обучении. Где то, неважно где. То есть какой-то там препод с какой-то методикой игровой, да. Вот наш, например... Это, конечно, не очень хорошо, да. Я так отвлекусь немножко. Один из наших преподов, он перед экзаменом выкидывал зачетки в окно. И кто первый принесет ее, да, добежит до первого этажа, вот, кстати, вот такая методика, такой прием тоже может быть отражен. Вот самое интересное, самое прикольное мы выберем, и за это будет футболка. Может быть, какая-то, что-то более серьезное напишите. Например, вам понравилось очень такое строгое обучение, от простого к сложному, где преподаватель с вами работал вот так, да. То есть, если что-то запомнилось, да, пожалуйста, об этом напишите, и за это мы дадим футболку. Оля, да, давайте... Олю мы спросим. Ну, наверное, все вышеизложенные вопросы, они как бы понятны уже, да. Ты можешь рассказать в какой-то своей форме, да, и ответить на эти вопросы, и рассказать то, что ты считаешь нужным, да. Может быть, там, с какими трудностями столкнулась, что тебе было полезно, да, какой опыт ты вынесла. Может быть, что-то, командную работу, про командную работу и расскажешь, про какие-то яркие моменты или сложности наоборот. Поняла. Вообще, я пошла учиться на тестировщика, потому что я хотела как-то начать входить в мир IT, можно так сказать, и мне показалось, проще всего это сделать с тестировщика. Но на самом деле это не проще всего, оказалось. Это на самом деле просто все так говорят, что проще, но по факту нужно обучаться всегда. Вот, и мне обучение очень понравилось. У нас ментор был очень классный, Лена Кобитс, она тут работала. Вот, и еще почему я выбрала тестирование? Потому что я с ней здесь заочно знакома была, и как бы захотелось по ее пути немножко пойти, посмотреть, что это такое. Вот. Да, с трудностями, вот что Андрей ранее говорил, это самомотивация, самоорганизация, это было сложнее всего, но все-таки находила какие-то силы, чтобы заниматься этим всем. Вот. Да, я просто опять что-то скажу от себя немножечко, что Лена Кобитс, вот сейчас она нас точно не смотрит, но скорее всего, да, поэтому можно о ней говорить хорошо. Это прям вообще какой-то наш бриллиант преподавания. Очень сложно таких преподавателей, очень сложно таких людей вообще найти, в принципе, да. Это человек, который вот прям нянчился с ребятами, ну это я правду говорю, да. Потом я же в группе стою и вижу эту всю переписку, а пойдемте сходим сюда, вот на такое мероприятие Куа, потом сходим сюда, на такое мероприятие Куа. Она про все мероприятия. И кто-то ходил, потом давал рекомендации по собеседованиям, в общем, и много-много всего интересного. Вот. И еще я обо... О чем еще хочу сказать? О мотивации. Мы, наверное, уделим этому еще какое-то отдельное такое... Что-то отдельное. В общем, отдельно мы заморочимся над темой мотивации по всем направлениям и ее усилим, скажем так. С нашей стороны, что такое мотивация? Есть у нас расписание. То есть мы все-таки сторонники образования. Многие из нас, я в частности, но и другие работают много лет и понимают, что все-таки образование – это образование. Это преподаватель, это конкретное время, куда ты приходишь, учишься. А так там посмотри какой-то курс, когда-то тебе удобно. Это не преподавание, это просто какая-то продажа. Вот. Потом какие-то другие встречи, консультации, созвоны, командная работа. То есть это постоянный контакт. Ну вот здесь что-то такое может получиться. По поводу мотивации что могу сказать? Вот сейчас я буду больше тогда снимать роликов. Я и так это хотел. Про историю успеха. Показывать, как люди, начиная там с каких-то профессий, я не знаю, там, как это, музыка, диджей, да, например. Диджей вырос в разработчика. Или инженер на заводе. Или-или-или, да. Очень много разных примеров. Вот этому мы внимание уделим. Вот. Хочу опять Настю спросить. Может быть она как-то говорила, да, но вот подчеркнем. Как находила время на занятия среди основной работы, домашних дел, семьи, личного времени? То есть вот что позволяло не забить на занятия, да, а прийти на него? Там дети, да, там мужья, вот это все. А как вот так получалось? Ну, на самом деле основная, наверное, история в том, что меня, в принципе, поддерживал мой супруг. Это очень важно, когда у тебя есть рядом люди, которые тебя поддерживают. Если так случается, что таких людей нет, ну, мало ли, всякие ситуации бывают, в первую очередь, наверное, это понимание того, что тебе действительно нужно и взгляд на то, что ты будешь делать завтра. То есть, да, я сегодня, может быть, там не помою посуду, не уберусь, буду жить в хламушнике и в полном вообще кавардаке, но зато я сегодня сделаю там главную страничку, нарисую что-то очень красивое и буду довольна с тобой. Но завтра, да, я завтра все это уберу, но у меня завтра, скорее всего, уже будет какое-то достижение, которое я буду гордиться, кроме уборки или еще каких-то домашних заданий. По поводу совмещения, ты, наверное, это какой-то элемент тайм-менеджмента, а еще можно работать ночью, к примеру. Моя тема, да, с утра, ей проспаться. Мы сидели до трех часов ночи, созванивались по утрам, смотрю попрочт, ну, в пять утра. Круто, ребят, ну, значит, работали, значит, вот, трудились. Ну, и, естественно, это был такой опыт, на самом деле, тяжелый даже был какой-то период, особенно вливание в новый проект, когда ты только-только начинаешь, и от тебя зависит, от твоей скорости зависит дальнейшая работа всей команды, ты стараешься стать быстрее, стараешься сделать все качественнее, и порой спишь по два часа в сутки. Ну, вот это, конечно, тяженько было, да? Да, это было тяжело. Прочувствовали боль просто. Да, но это было интересно. Это было интересно, это был интересный опыт, это был показательный опыт очень, потому что, скорее всего, так в жизни-то и происходит, потому что мало того, что от тебя здесь просто работа команды зависит от тебя, так там бы еще бы зависело, и сколько денег бы вы заработали этой самой командой. Если бы это был реальный проект. Да. Нет, он и так реальный, прошу прощения, он и так реальный, если бы он был бы именно коммерческим. Ага. Мы сейчас говорим об этом. Да, кстати говоря, по поводу проектов я их покажу, да, потому что очень много можно говорить, но если мы не покажем наше творчество, то, в общем-то, это будет такое незаконченное у нас сегодня, незаконченное мероприятие. Вот так. А еще у меня есть вопрос, почему? Почему? Что стоит за этим вопросом? Почему люди думают, что войти-войти можно за пять месяцев? Объясните. Я учился, например, на инженера электрохимических производств. У нас есть еще некоторые товарищи, которые учились там же. Пять с половиной лет, да? Пять с половиной лет и пять месяцев. Почему люди думают, что... И спрашивают, например, меня. Последний был вопрос. А вот пять месяцев после курса какую вы зарплату заплатите? И вообще на какой вакансии я буду работать? И у меня есть ответ, да, но, в общем-то, нам интересны ответы и наши коллеги, может быть, Андрей. Андрей и Ольга. Почему так? Почему мнение такое у людей, что как-то это очень просто, хотя это точно не менее сложная профессия? Правильно? Безусловно, да. Ну, то есть в процессе обучения это стало понятнее, чем было изначально, да. Потому что вам везде говорят, что это все просто, все легко, вы там отучитесь буквально там во всех... В большинстве школ, можно сказать, это обещают. То есть вы там уже там на середине обучения, вы можете там уже работу с конецемсердно ходить. Но на самом деле у нас были такие случаи, то есть ребята посередине обучения уже уходили работать. То есть, ну, это ребята, которые прям учились целыми днями, там, по 5-6 часов в день, каждый день. То есть, да, результата можно такого добиться. Но если вы просто прослушали один курс, опыта у вас по сути никакого нет, ну, я сомневаюсь, что реально вас куда-то сразу войдут. Ну, я на собеседование не ходил еще пока, ничего по этому поводу сказать не могу, но... Ну, это возможно, то есть это ваше желание должно быть, ваше усердие, то есть это возможно. Есть у тебя некоторые комментарии? Ладно, не буду. Оль, вот как ты думаешь, почему так? Ну, мне кажется, еще просто вот конкретно по тестированию есть стереотип, что... Ну, а что там делать? Потыкался, вот ошибку нашел, написал там разработчику, исправь. Но на самом деле это все не так. Там куча всего, что нужно заполнять. Это огромнейшие тест-кейсы, это огромнейшая работа, именно что-то напечатать, что-то найти, этот баг, эту фичу там. И все это скоперировать в одно целое и предоставить коллегам своим. Это достаточно сложный процесс, и его нужно еще и понять при этом, при всем. Вот. А за короткое время ты, ну, не сможешь понять так быстро, не знаю, может, у кого-то, конечно, это получается, но у меня не получилось за короткое время. И этому нужно уделять огромное время, на самом деле, хотя бы, ну, каждый день что-то новое доизучать, чтобы к чему-то прийти со временем. Ну, и, конечно же, после окончания обучения не останавливаться на достигнутом, а идти и дальше развиваться в этой сфере самообучением каким-то. Хочется о мифах поговорить. Значит, вот мы уже некоторые мифы развенчиваем, любят очень в соцсетях развенчивать. Значит, первый миф – это то, что IT – это не равно программирование. Программист – это такой кирпичик один. Первое. Второе – в IT нельзя за пять месяцев. То есть это прям большая отдельная профессия, где вероятность того, что ты войдешь в IT через пять месяцев, она невысокая. То есть я, конечно, мог бы сказать, смотрите, какие у нас на курсах трудоустраиваются, и вот это выпить, да? Ну, как-то это будет не очень честно. Надо говорить вот четко, что да, есть примеры какие-то, хорошие кейсы, но, вот Андрей сказал, что ребята, они, во-первых, скорее всего, какой-то бэкграунд имеют, да? И, во-вторых, они пахали по много-много часов в день. Еще, конечно, ходили по собеседованию. Вот, поэтому второй миф – вход в IT – это, ну, минимум полтора-два года. Вот, это вы учтите, всем расскажите, и по-другому не может быть. То есть не верьте никому. Лукавит. И третье – то, что тестировщик – это не самый простой вход в профессию. Вот, вход в профессию, он примерно одинаков по всем направлениям. Это совершенно точно. Везде есть база, везде нужно делать кейсы. Хочешь в разработке, хочешь в дизайне, хочешь в тестировании. Ну, только штука в том, что эти направления подходят разным людям. Каждому направлению свой тип человека. И везде сложно. Вот такие дела. По поводу, наверное, планов на будущее. Да? Планов на будущее. Какие планы? Еще разочек, да? Никита, я спрашиваю. Оля, Настя. А, я говорила, я хочу стать поэм-дизайнером. Пока что. Я думаю, что, может быть, еще какая-то дверь передо мной откроется. Но на данный момент, даже при наличии тех знаний, которые я получила в Академии, я в текущей своей профессии, то есть в текущей должности, которую я занимаю, я могу развиваться на основании вот этих вот данных, которые я получила. Но это, наверное, именно о самом дизайне, о творчестве, о UX, о UI, что очень важно, наверное, практически в любой сфере деятельности. Вот. Скажу очень так, это расплывчато, не буду загадывать, вот, и буду надеяться, что что-то откроется для меня еще, кроме того, что я вижу на данный момент. Ага, ну, дело в том, что у нас же после курсов есть большая стажировка, да, на курсе есть мини, на самом деле, мини-стажировка, но есть огромная стажировка. И замотивированных, толковых ребят с наших курсов я туда агитирую. Ну, в принципе, они уже сагитированы сами собой, но, в общем-то, мне бы хотелось видеть знакомые лица и, самое главное, люди понимают, что, ну, понимают концепцию. И те новые ребята, которые придут, вот, Никита, будет их настраивать на нужный лад, как бы ледом будет, ну, и, соответственно, началось, да. Уже прошла некий путь такой командной работы, а дальше мы это все дело расширяем. Вот, Оль, тоже какие, может быть, планы, да, я в потоке ответов на вопросы мы, может быть, уже что-то называем, но можно повториться, вот, в плане планов на будущее. Ну, у меня в планах только самообучение по тестированию, и сейчас много своих каких-то глобальных целей и задач спортивных, и хочется их достичь тоже, и параллельно обучаться тестированию, ну, и пока на своей работе работать. А, вот про спорт расскажи. Мы про хобби не поговорили, да, потому что, да, прикольно, когда человек такой многоградный. Ну, да, я уже говорила с ней однократно по профессии физрук, на самом-то деле, вот, занимаюсь бегом и кроссфитом, и в этой сфере хочу тоже преуспеть, и очень много времени этому уделяю, каждый день каким-то видом спорта занимаюсь. Прикольно, да, но мы по этому поводу отдельно поговорим, по поводу спорта, я тоже человек всю жизнь в спорте, а тем более бег – это лад, да, бег равно лад, все бегают в ладе с утра до вечера. В общем-то, что можно, в принципе, поддержать. Единственное, чего не хватает, нам какого-то, это уже была попытка, конечно, какого-то фитнес-суперзала в ладе, чтобы мы могли прийти с Никитосом, да, там. И побегать. Отжаться, подтянуться. Во время обедения. Да, и наши сотрудники с искривленными позвоночниками, типа, меня могли бы их немножко распрямить, да. Ну, или хотя бы дальше не кривить. Ну, а дальше мы уже переходим к завершающей части, надеюсь, вы с нами, и где-то, наверное, там есть даже вопросы, хотя, да, мы не сомневаемся, может быть, а как мы их узнаем? Вот, может быть, мы их не узнаем. Может быть, узнаем. Я, кстати говоря, мог бы их придумать, на самом деле. И ответить сам. Топ-вопросов. Да. Ожидаем. Господи. Да, ну, вот это все, такие довольно большие комментарии, спасибо всем большое. Очень сложные. Тут, скорее, мы, наверное, подведем итоги розыгрыша мерча чуть позже, да, по прошествии. Потому что такие комментарии, вот, допустим, Аня Мельникова пишет, Валерия Денисова. Что интересно было, да, после одного обучения, был чат и так далее, и так далее, Дима Сухоткин, тоже наш такой неравнодушный товарищ. Дим, привет. Ну, такой большой комментарий, я сейчас, наверное, не буду это зачитывать. Но самое главное, что есть обратная связь. Очень круто, и вы все неравнодушны к нам. Да, ну, и практически в заключение я хотел показать проекты, которые сделали наши ребята, именно на курсах. Потому что по стажировке мы уже это показывали, во-первых. Да, ну, можем еще показать, но, в общем-то, по стажировке, я думаю, мы еще встретимся с вами когда-нибудь. Вот. И по поводу проектов я буду показывать. На самом деле, у нас есть немножко своя схема показа. Есть у нас свой сайт. Сайт Latacademy.ru, он называется. Строго пока не судите. Да. И мы сейчас говорим о курсах. О курсах. Тоже можно выбрать, выбрать курс. Вот. Конечно же, есть вкладка стажировка, если вы посмотрите. Но стажировка отдельная история. Там мы берем людей уже с довольно-таки приличными знаниями. И у нас там большая оборонка, несколько тысяч человек. В общем-то, достаточно большой конкурс. И нулевикам там делать нечего. Да, если уж там есть какие-то серьезные знания, то может быть. Вот. А если вы учитесь с нуля, да, и вопрос, чего вам можно добиться. Есть раздел, что разработан на курсах. Раздел курса, что разработан на курсах. И мы с вами можем посмотреть три сайта. Ну, на самом деле их больше. Ну, вот эти первые три. Так. Я... Да, всех, наверное, тут удовлетворю практически, всех присутствующих. Да, мы говорили про то, что эти проекты, как правило, социальные. Или какие-то такие креативные, но... Ну, не вот прям коммерческие, да. И вот мы их откроем. Brainstorm Booster от корней Крони и проект Cepropel. Да, ну, другие проекты тоже можно открыть. Просто боюсь, что будет очень много времени, да, на то, что все об этом рассказывают. Основной принцип, по которому были сделаны эти проекты, это первое, то, что эти проекты достаточно простые с точки зрения технологий. Поскольку главный принцип обучения – это от простого к сложному. Ну, так если так укропненно говорить, мы начинаем работать с простыми проектами и потом переходим к сложным. Вот. На самом деле для разработки это проекты несложные. И даже это можно назвать сайтами. Хотя у нас в IT это называется веб-приложение. То есть это проект простой, который реализован на таком не очень сложном стеке технологий. Это первый принцип, да. Второе – очень важно было сделать приличный дизайн, чтобы люди не смотрели на это как на что-то такое очень сырое и такое, ну, фу, нам что-то как-то слабенько сделано. Поэтому прям большой был акцент на дизайн. Менталили, выбирали, смотрели, чтобы это получилось довольно-таки прилично. Да, ну, вот если посмотреть на эти проекты по очереди, Brainstorm Booster, например. Ну, я бы не сказал, чтобы эти проекты такие прям новичковые. Смотришь их как-то очень довольно-таки неплохо. Для начала, для первого проекта, учтите, дорогие зрители, что это неплохо. Проект от корней крони. В целом, да, ну, это, понятно, что это просто сайт, да, но сделать простой, лаконичный, приятный главный сайт с световой гаммой, с типографикой, то есть с шрифтами, это не так-то просто на самом деле. То есть ребята сделали. На этом проекте немножко выпендрились и сделали это прям на серьезном стеке технологий. Это так, те, кто немножко в теме, это был и фронт-энд, и бэк-энд. Визуальная часть сайта, то, что под капотом. Там фронт-энд сделан на реакте, бэк-энд сделан на, тоже на чем-то, забыл, на чем, на Node.js. В общем-то все здорово. Ну и третий проект, сопропель. Здесь мы просто показываем визуальный ряд, да, мы в детали не будем закапывать. Тоже я считаю, да, ну а как вы считаете, это вы сами решаете, что это выглядит довольно-таки симпатично. И в этом заслуга наших коллег. Вот Никита у нас участвует вообще в двух проектах, так можно. И у него теперь два кейса целых есть. Вот. И он молодец. Вот, это примеры, да, ну ладно, я дальше не буду показывать про адаптивную версию. В общем, второй принцип, сделать хороший, качественный и где-то местами прикольный дизайн, чтобы было не стыдно показать. И третий принцип, вот если посмотреть верхнюю адресную строку, где это размещено, это размещено по какому-то такому, ну, реальному имени. То есть для нас критически важно, чтобы сайт был на продакшене, на проде, так называемом. То есть была некая реальная ссылка, которая будет доступна миру, которую заказчик наш может показать, использовать, да, там, направить туда трафик, да, направить туда своих потенциальных каких-то, да, там, заказчиков или клиентов, что ли, так можно сказать. Вот. И поэтому я постоянно встречался с проектами и доносил им много раз одну и ту же цель. Прот, 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 все на продакшен, все на продакшен. Потому что были такие риски, что это нигде не окажется. Потому что ребята работали иногда очень где-то медленно в какой-то степени, для них быстро, для меня медленно. Вот. И работали согласно каким-то своим соображениям. Ну, например, нам нужно сделать очень-очень крутой дизайн. И пока мы не сделаем очень крутой дизайн и с несогласным заказчиком, мы дальше не двинемся в разработку. И тянули резину до последнего, так делать нельзя. В общем, третий принцип, все должно быть на продакшене. Показали. В заключение что хочется сказать, вот подводя итог всему. Подводя итог всему, правильно? Подводим итоги. Ну, то, что мы приглашаем всех в нашу академию, это понятно, да? С чем мы тут собрались? Вас туда заманить. Если вы учиться не хотите, хотя зря, вы можете пригласить своих, как минимум, родственников. Ну, вам что, трудно что ли рассказать, что вот есть такой крутой проект. Просто направить на сайт, что вот смотрите. Вот так это устроено. Что-то от себя добавить, где-то приукрасить. Почему нет? Вот. Тоже можно сделать, знакомым, опять же. Да, можно направить детей, да. Но со школьниками очень сложно. Можно направить их на меня. И для начала все-таки давайте побеседуем. Со школьниками, школьники народ такой специфический. А все-таки у нас работа такая серьезная, да, что делай домашку, ответственность исключительно на тебе. Со школьниками как бывает. У кого есть дети-школьники, тот понимает. Они там, ну, можно сделать, да. Что не сделать? Да я вот там бабушка, там пирожки пек. Или у меня компьютер завис. Это вот я со школьниками работал в не очень большом жизни. В общем, вот. Поэтому надо об этом рассказать. Обо всем. Вот. И, ну, запомнить какие-то ключевые моменты нашей сегодняшней встречи, да, про сложность входа в IT, как в любую другую профессию. Огромное количество направлений. То, что надо все-таки выбирать ту площадку и то образовательное учреждение, где учат хорошо, да. Ну, то есть дальше выбор за вами, в общем-то, стоит. Но и по стоимости еще хочется сказать. То, что пока у нас стоимость такая символическая, что ли, это, в общем-то, мой такой грех, да. И все-таки это бизнес-проект в том числе. И тут я теряю. Ну, как-то вот я, наверное, занизил стоимость обучения. Ну, что делать? Вот пока такая стоимость. Вот, конечно, в дальнейшем это надо повышать, потому что, ну, мы сильно занижаем обучение. Вот. Плюс. Ладно, стоимость низкая, так еще скидка есть. Вот чего. Скидка, правда, 10%, но куда уж ниже. У нас сейчас есть окно до 1 сентября, когда всем это скидка. Но сотрудникам компании, их родственникам, женам, детям, дедушкам, бабушкам скидка, в общем-то, пожизненная 10%. Ну, ниже пока, к сожалению, нельзя делать. Вот. Так что, ну, вот так вот, да. Дальше выбор за вами. Ждем всех в нашей академии. Ну, и еще могу сказать, что у нас, я могу сказать, да, я могу сказать, то, что у нас, помимо того, что планы грандиозные, у нас еще есть тема, которая идет такой, даже не тонкой, а толстой нитью внутри компании, от развития сотрудников. То, что мы совместно с руководством компании и не только с руководством подзаморочились на подготовку кадров, на их обучение, на их, ну, есть, конечно, корпоративный университет. В рамках академии. То есть, если человеку надоело работать где-то в этом, в каком-то своем отделе, и он при этом, ну, скорее всего, уйдет, да, мы его, ну, потенциально он может уйти, да, мы ему будем предлагать какое-то горизонтальное перемещение и так далее. Вот. Поэтому вот эти все направления, которые у нас есть, конечно, мы будем еще расширять. Много всяких планов, много задумок, тоже можно об этом рассказать, так сказать, все карты раскрыть. Ну, давайте все-таки по шагам, да, пока академия, курсы, все приходят, все учатся. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Отдельное спасибо всем, кто слушал, особенно поклон низкий нашим гостям, что приехали. В общем-то, ехали долго, упорно, буквально там из соседнего отдела шли. Настя приехала, спасибо большое, всем пока, смотрите нас, и можно ручкой помахать. Нам говорят, что хорошо. Ну ладно.